Свыше 290 миллионов рублей. Именно такая сумма числится в качестве долга за предприятиями коммунальной сферы перед компанией «Газпромежрегион Газаренбург» на 1 октября текущего года. Причин образовавшейся задолженности несколько. В числе основных – безнадежно устаревшие котельные и системы отопления, которые сжигают тысячи кубов голубого топлива, а в итоге отапливают воздух. Устаревшие котельные, невыгодные. Вот эти котлы уже с 1972 года котельные. Котлы старые. Жесткие рамки по росту коммунальных тарифов не более 10-12% в год и установка приборов учета тепла сыграли свою роковую роль в части формирования огромного долга у предприятий ЖКХ. Сегодня мы должны 7 миллионов регион-газу и 2,5 миллиона сель-энерго. Конечно же стыдно, конечно неприятно. Вот представьте, отопительный сезон. Я думаю, что без государства мы не поправим положение. Для того, чтобы ситуацию вывести из состояния критической, необходимы срочные меры. В их числе газовики называют масштабные инвестиции в реконструкцию теплового хозяйства, замену старых котельных центрального отопления на современные модульные, энергоэффективные. Сегодня важно создавать такие условия, чтобы инвестор пришел в отрасль, гибко подходить к вопросу регулирования тарифов. Частично разрешить ситуацию поможет также возвращение к практике датирования предприятий ЖКХ из бюджета в условиях ограничения тарифов. Кстати, на территории 8 субъектов Российской Федерации такие уже меры принимаются именно администрациями областей. Правительствами выделяются для погашения долгов ЖКХ перед входом в отопительный сезон. Согласно имеющимся прогнозам, если сложившуюся ситуацию никак не изменить, велика вероятность массового банкротства предприятий ЖКХ, которая впоследствии грозит обернуться окончательным развалом этой жизненно важной отрасли.